Здравствуйте! Это программа «Лесом к лицу» и я ведущая Христина Стэть. Он спас 3000 человек во время Голодомора. В Украине снимают историю главы колхоза села Большой Хутор Якова Дробота. Герой фильма в 30-х годах противостоял политике Голодомора, которую проводил советские власти и смог спасти тысячи своих односельчан от верной смерти. И сегодня моя гостья – режиссер и сценарист фильма «Яков» Виктория Трофименко, которая нашла эту историю. Виктория, здравствуйте! Добрый день! Я думаю, мы начнем с того, что посмотрим маленький фрагмент тизера, для того, чтобы зрители понимали, о чем мы говорим, а потом продолжим. Если кто-то обмавится про это поле, то его, конечно, посадят. Но и село вымерет голодом. В своем интервью для «Радио Свобода» вы говорили, что вот эта история Якова Дробота, она является нетипичной для того периода. Это первое, да, что меня заинтересовало. А второе, вы сказали, что он был достаточно контроверсионной личностью. Почему вы остановились на этой истории, решили ее развивать и снимать? И, собственно, в чем нетипичность и контроверсионность? Мне интересно было, мне вообще интересны люди настоящие, как режиссеры, как сценаристы, потому что человек не бывает только хорошим, он не бывает только плохим. Это больше можно назвать инструментом пропаганды, когда есть человека делать только хорошего или только плохого. Меня интересуют люди во всей своей сложности. И Яков был живым человеком, который был в жерновах, люди в жерновах истории. И нетипично было то, что 70 лет все республики боялись режима, писали доносы и исполняли указ некого единого, главнокомандующего, условно говоря, да. И вот именно нетипичность этой истории в том, что, в отличие от многих других сел в разных там республиках Советского Союза, это село объединилось. И они не сдали его. А могли сдать, да? А могли сдать. И таких писателей было очень много. И это была проблема, на самом деле, это вот наша соответственность перед историей. И то, чему можно поучиться у этого села, в том, что они смогли объединить своими жизни. Они опустили свои разногласия. И в рамках этого села им нужно было выжить. И никто не сдал, ни Якова, ни... Он был очень сложным вначале. И действительно был, вел себя крайне... Он был коммунистом. И в какой-то момент, когда было... Он смог вовремя остановиться. Это же об этом. Мы очень часто иногда поступаем очень неприглядно, да. И делаем порой, может быть, многие делают неправильные выборы. Но уметь вовремя остановиться, это про силу духа. И мало того, что остановиться вовремя. Здесь же еще про то, что не побояться остановиться, да. И про то, что люди, которые его не поддерживали и были правы, они смогли в тот момент все забыть вот об этом всем, потому что нужно было выжить. И они выжили. И мне эта история очень интересна, поскольку действительно были подобные истории. Но часто вот глав колхозов предавали. Их просто сдавали, писали доносы, их либо убивали. Эту жилет отправляли в Сибирь. И это как бы не единичные случаи. Они были действительно, где люди брали на себя ответственность. Один брал ответственность за всех. И вот этого единственного в итоге кто-то находился... Тот, кто боялся, трусил и подставлял. Вот здесь как бы он взял ответственность за всех, и все один за всех, и все за одного. И этим мне это село очень интересно, конечно. Поэтому я остановилась на этой истории, потому что история силы. История не просто с точки заведения жертв, хотя украинцы действительно были жертвы в этой ситуации, поскольку Гладомор, голод был и на Кавказе, и в Казахстане. Но отличие Украины было в том, что нигде на границе не стоял патруль, и не выпускал людей. Они могли переехать к какой-то другой территории. Украинцы не могли. Это было просто... Они были в западне, где они просто... Они должны были вымирать, умереться. То есть задача была... Там все очень сложно, очень много почему. Но одним махом сразу решили их уничтожить, потому что очень много было протестов, не хотели. Украинцы были всегда очень буйные. И мы есть такие. И слава богу. Но тем не менее, в тот момент это была одна из причин, почему стояли заградотряды, которые не давали людям... Это было действительно вымирание, по большому счету. И мне интересно было найти сильную сторону. Мне было интересно понять, если... Потому что я понимала, что был кто-то, кто противостоял, потому что мы все-таки выжили, да? Как они думали, что они нас похоронят, но мы оказались зернами. Как бы это же об этом. Мне интересно было те люди, на которых выехало наше выживание. И мне эта сила интересна была. А на чем основывается ваш сценарий? Когда вы работали над сценарием, откуда вы брали информацию? Я вот читала ваше интервью для «Радио Свободы». Вы говорили, что история Голодомора – это ваша личная история, это ваша личная боль, боль вашей семьи, боль вашего народа. Да, наверное, как и каждого украинца, осведомленного украинца. Но для того, чтобы писать сценарий, нужно иметь огромную базу фактов, материалов. Как много в этой истории домысла художественного, да, что вот мы привыкли называть, а как много того, что мы привыкли называть сухими фактами? Возможно, были консультации с историками, возможно, вы общались с очевидцами, да, которые вот еще живы в том селе, и что-то удалось собрать. Да, я общалась в том селе с людьми, я общалась, я читала очень много, конечно же, на эту тему воспоминаний людей, пересмотрела все, что там уже было снято до меня. Ну, я имею в виду документальные фильмы в первую очередь, безусловно, там не так много постановочных, их я тоже видела. В данном случае я постаралась максимально, я общалась с такой есть журналистом Виктором Казарисом, он в этом селе Велыкий Хутер, он родился, он сейчас живет в Харькове, но он ведет там страницу, он исследует историю Велыкого Хутора, этого села. И от самого его зарождения до сегодняшнего дня. В частности, там, конечно же, он прям, он собирает архивный материал, у него издана книга, целый там многотомник с архивами по этому селу, и в частности, конечно же, там есть период Голодомора. Я максимально использовала тот материал, который есть, я максимально использовала материал исторический того периода, и когда я давала там историкам прочесть, которые не имели отношения к процессу написания сценария, они говорили, что да, здесь можно под каждому эпизоду найти историческое доказательство. И поэтому я старалась максимально приближенно, где я могла использовать какие-то реплики из архивных документов, я их имплементировала в сценарии, чтобы мы были ближе. Но, конечно же, там есть доля домыслов, драматургия, там, как бы, есть, ну, многое неизвестно, неизвестно там, как он там договорился, как они спасали. Дальше, ну, я сценарист, и я, естественно, могу, исходя из там, скомпилируя разные, собирая информацию отовсюду, того периода исторического, то есть я могу проанализировать, что могло повлиять, что могло повлиять, как он, наверное, мог это сделать. Ну, как бы, в этом есть и моя профессия. В каждой истории есть свои пробелы, да, белые пятна, которые приходится каким-то образом дополнять. Ну, да, это нужно понимать, что это, в частности, да, это всё-таки история, ну, драматургия, в первую очередь. Ну, вот по поводу правдоподобности, это правда, что в вашей картине, ну, в будущей картине, я надеюсь, пока что в тизере, и вправду в съёмках принимали участие люди с анорексией, что был какой-то специальный подбор, отбор актёров, потому что мы понимаем специфику того периода, и мы понимаем, что должны были быть люди очень худые, катастрофически, да, вот болезненно худые. Вот это правда или на самом деле нет? Ну, правда, вы же видели в тизере, это были худые, по-настоящему худые люди. Да, мы их ищем сейчас, как бы, в большом объёме, их очень сложно найти сейчас, это как бы тут есть своя специфика, потому что это всё-таки, ну, это диагноз, и эти психологически нестабильные люди, они находятся под присмотром врачей, ну, как бы, анорексия просто очень худые в данном случае. Да, мы ищем, пока мы ищем деньги на фильм, потому что, да, конечно, мы сняли только тизер, который нас поддержал, Украинский культурный фонд, вот, и мы в процессе поиска финансирования, что там, когда снять это кино, наконец, мы уже три года этим занимаемся, на самом деле, вот, и, ну, и пока, вот, мы продолжаем искать, где вообще можно найти максимальное количество таких людей, будем делать, конечно же, какие-то детокуклы, потому что не всё можно, и мы не можем найти такой объём вот такой дистрофии, вот, ну, как бы, собственно, кино, из кино ты компилируешь правду, какие-то декорации и так далее. Ну, конечно. Ну, вот по поводу денег тоже интересная история, потому что вот три года вы уже работаете над фильмом, да, уже в один момент госкино должно было дать в деньги на этот фильм, потом что-то, как говорят в народе, пошло не так, и сейчас вы опять вам отказали в выделении этих средств. И опять, я так понимаю, уже дважды вы подавались на Питчинг, дважды не получали финансирование, есть право только трижды подаваться, вот третий раз, будем надеяться, что вы получите финансирование. Почему так, вот почему так происходит, почему вот три года так всё, так всё долго? Ну, сумма слишком большая для того, чтобы госкино могло себе позволить профинансировать ленту? Ну, на самом деле, этот исторический фильм, он не может быть дешевле, он может только быть дороже, потому что из истории, ну, если проанализировать фильмы на эту тему, который был снят вот канадским режиссёром Гиркижного, он стоил 21 миллион долларов, фильм «Огнешки Холмд», который сейчас выходит в прокат, он стоил порядка 11 миллионов долларов, если мне не изменять память. Мы на тот момент просили 3 миллиона, и это очень скудная сумма, серьёзно, как бы очень урезаемая сумма и так далее. Ну, невозможно снять эту историю дешевле, и это вообще, ну, как бы это очень дискомфортная сумма для меня, потому что я как режиссёр хочу максимально иметь возможность снять это имиджевое кино. И есть фильмы, которые нужно снять, потому что это, ну, как бы это важно. И сделать это плохо, мы не имеем никакого морального права. Да, это моя личная история, поскольку вы спрашивали, да, что история моих... Я пропустила этот вопрос. Это история, ну, которая застала и моих родственников, и, естественно, я несу её на генном уровне. И когда мы подавали первый раз дешевле кино, была эта секция, посвящённая Голодомуру, и подавали сценарий о Голодомурея и Огнешке Холмд, ну, режиссёры, я имею в виду. Вот, и, к сожалению, решили, что нужно поддержать и Огнешку Холмд, но не нужно поддерживать меня. Ну, как бы это, ну, по-моему, это было очень неправильное решение, поскольку, ну, никто не сомневается в том, что Огнешка Холмд хороший режиссёр, и, в частности, я. Но это не значит, что мы не должны поддерживать украинских режиссёров. И это наша история. В первую очередь мы должны говорить о наших травмах, и нам это очень нужно проговорить. Мы должны пройти этап осознания. Иначе эти болевые точки, это же, как в психологии, нам это очень важно пройти, переосознать, пройти и отпустить. Потому что, когда ты замалчиваешь, это утрамбовывается, и это, ну, на бессознательном, это очень травматичный был опыт, и он передаётся, к сожалению, в поколениях. Это нам нужно пройти. Я считаю, что они должны были поддержать бы, по идее. И причём, если учесть, что после первого тура мы с ней возглавили список всех проектов по количеству, по результату голосов экспертов. Первый тур – это прочтение сценария. То есть, когда прочли сценарий, эксперты выставили оценки. И из всех, на тот момент, это был десятый пич, нет, это был какой, в 2017 году, да, пичин. Ну, не первый, не второй. И они из всех фильмов, там, авторских, неавторских, коммерческих, тематических, вот если все-все-все собрать, максимальное количество баллов из всех возглавила список «Книжка Холланд». У нас с ней было отставание в одну, по-моему, десятую. Одну десятую. Потом я там, ну, условно говоря, у неё там было 24,6, 24,5, и дальше все-все-все остальные шли проекты. На втором туре, после питчинга публичного, мы сделали хороший пич, нас, мы оказались в самом конце, и прошли все остальные проекты, которые были перед нами. Это было крайне странно. И смутило то, что главный герой – коммунист, что, по-моему, тоже, ну, как бы, абсурд, поскольку, чтобы спасти такое количество людей, это должно было быть при власти. Да, конечно. Дашин для них тоже был нацистом. Ну, невозможно локальным путём, будучи там, не имея власти, спасти вот такой объём людей. Поэтому, как бы, была проблема. Потом в Минкульте нам отказали. Почему отказали? Тут, как бы, стала проблема бюджета. В общем, всё время какие-то возникают какие-то… Почему мы отказываем? Если мы хотим помочь, мы ищем возможности. Если мы не хотим помогать, мы ищем причины, почему мы будем отказывать. Но мы, на самом деле, наступаем сами себе на свою же песню, и, по-моему, это очень нездраво. Ну, и вот то, о чём вы говорите, да, что я думаю, что нам не стоит скрывать какие-то моменты в нашей истории, если они есть, да, если вот есть неоднозначный герой, то он, по сути, неоднозначный. И очень важно то, о чём вы сказали, что украинцы в первую очередь должны об этом говорить, потому что мы должны это прожить. Да, и в психотерапии тоже есть такое понятие, как арт-терапия, когда человек, он рисует об этом, он поёт об этом, он снимает об этом. Я очень надеюсь, что уже в третий раз Госкино вас услышит, и мы увидим ленту Яков. Вам огромное спасибо. Спасибо большое, да. Ну, на самом деле, я хочу добавить, да, что вот очень много какой-то агрессивной реакции, иногда бывает, что вот, украинцы делают из себя жертв, они об этом говорят. На самом деле, думаю, что об этом просто должны говорить все. В частности, да, те, кто пережил в Казахстане, тоже должны об этом снимать. Мы не умалчиваем, а наоборот снимаем. И тогда нам всем станет от этого легче. Чем больше мы будем оглашать, тем легче нам становится. Спасибо вам. Я напомню, что гостью программы «Лицом к лицу» была режиссёр и сценарист фильма «Яков» Виктория Трофименко. Я, Христина Астей, с вами прощаюсь. Снова оставайтесь с каналом ЮЭТВ, потому что именно здесь найдёте информацию о самых важных и самых интересных событиях, происходящих в Украине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова